Субтитры сделал DimaTorzok Свет включался при открывании крышки багажника В принципе, я уже давно придумал, что мне для этого нужно и как это сделать Забегая наперед, скажу, что я вчера уже прикинул проводку, вырезал отверстия Но это все вам обязательно сейчас покажу, потому что я заснял Итак, снова привет, дорогие друзья Вот сегодняшний наш плафон Буду ставить точно такое же, только в эту сторону Вот сюда, получается зеркально Набрало тут кучу проводов Всякого мелкого и крупного сечения Вот, всякие там зеленые, красные, желтые, черно-белые Но это мне Артем подогнал, который на тройке катается Спасибо ему большое Это вот с 11, я так понял, музыкальные провода И какие-то еще Ну, не суть Мне главное, чтобы черный минус был хороший И вот основной на плюс пойдет красный И там дополнительно какой-нибудь зеленый или желтый Чтобы дополнительно включалась подсветка в салоне При открытии багажника Цеплять это все буду на такой вот концевик Который поставится временно вот сюда На обычный вот такой вот кронштейн От соленоидов Потом в дальнейшем поставлю концевик сюда Пластиковый, как от Калины, по-моему, в дверях Вот, только надо будет просолить отверстия Но пока не хочу этим заниматься Пока поставлю временный, подключу Чтоб все работало Запятаю постоянный плюс Получается на плафон Я только забыл случайно купить предохранитель Вот, возьму также минус либо отсюда Либо отсюда Вот у меня сюда минус приходит от сабвуфера И от этого прикуривателя Наверное, к ним просоединю минус А плюс Ну, может, тоже где-нибудь возьму отсюда Вот у меня, в принципе, идет один плюс уже Вот, может, к нему подступить Не знаю, посмотрим А, минус-то Минус, что я туплю? Извините, ошибся Минус у меня пойдет от концевика Вот, так что Не надо будет цеплять минус Все Сейчас главное Разметить Вырезать Плафона у меня нету Потому что он стоит комских 350 рублей Да, вот такой вот маленький пиздюк Стоит 350 рублей И плюсом еще надо купить диодки в них Вот Пока займусь укладкой проводов Ну, точнее Измерю длину, которую мне нужно Чтобы вырезать необходимый кусок И присоединять, да, лить ко всему этому делу Клеммы Ну, собрать косу И, соответственно, еще сегодня дополнительно Вырежу вот это отверстие Сразу, потому что у меня есть штангенциркуль Сверла я все взял Ножик у меня есть И то, что Чтобы Вырезать Ну, ладно Заболтался Буду делать Очертил я Получается, замерил здесь По штангену И, соответственно, перенес все сюда Высота получается 1,9 Здесь отступ 1,2 по-моему Вот, ну и тут уже я не замерял Это так я длину сразу приложил Раздвинул и Сразу начертил Так что Ну, в принципе, по размерам Думаю, сами все определитесь И будете так же делать Вот И самое интересное Надо будет аккуратно вырезать Корпет Ну, или ковролин Вот этот Чтобы Вот получилось так же И нигде ничего не торчало потом Потому что у меня прилегает Все плотно и красиво Вот Поэтому Буду стараться Но сперва, в любом случае, вырежу в пластике Пока не совсем не стемнело Вот И буду раскидывать провода Ну, и возможность успела ковролин Вот Ну, вот Все аккуратно вырезал Все получилось Сперва вырезал отверстия Вот этим вот маленьким сверлом Вот в пластике Вот Затем Тихонько расцарапал канцелярским ножом Ну, и он уже там Автоматически стал Уже такой хлиппинг И я его обломал Сделал трюч Очень много отверстий Вот И Подточил его немножко И дальше в ковролине Приложил Сделал дырку И начал потихоньку вырезать Потом Вытащил Начал все проверять Еще раз Подрезал ковролин То есть он прикольный Плотный И все хорошо Аккуратно вырезалось Вот Без каких-либо дефектов Вот как здесь Но это вот заводское Вот Теперь надо сейчас посмотреть Откуда идут эти провода И Можно Измерять свою уже проводку Придумать сейчас Как ее пропустить Может Пустить ее Вот так вот Поверху И Собственно Через порог И что приходило сюда И тут уже Распределялось Все Да У нас Кстати Тем временем Опять начался Сайлент хилл Как обычно Проехал из города В городе Ничего не было А сюда На подъезде К дому Все Сразу же Туман полнейший Все Сделал то что хотел Поставил сюда Лампочку Чтобы провода Не коротили На всякий случай Кто не знает Подсветка багажника Запитана От габаритных огней То есть Подсветка Грит только тогда Когда включены Габаритные огни Это сделано так С завода Вообще Дико по тупому И повторюсь Я хочу сделать На постоянный плюс Чтобы когда открываешь Крышку багажника Загорался свет В багажнике И был яркий То есть С двух сторон Вот Светило так же ярко Вот такие же диоды Поставлю Как поставил В плафоны Вот Они стоят 350 рублей Плюс им еще Дополнительный плафон 350 рублей Это 800 рублей Грубо говоря Только на свет В багажнике Вот Поставил вот таким Безобразным образом Пока концевик То есть Без какого-либо Такого колхоза Мешательства Просто Нашел себе Пластинку хромированную Она по-моему Шла от какого-то Воздушного фильтра Либо Вот этого Холодного впуска У меня В двигатель В комплекте И вот Я ее чуть-чуть загнул И сверху Просто Ковролину Потому что Ковролин все равно Прикручен Прикрутил его Собственно Вот Так вот Все это дело выглядит Вот сейчас Должно будет Открываться Закрываться Поставлю пока Так Потому что Все-таки Хочу Поставить Вот сюда Концевик Пластиковый Потому что Я посмотрел Здесь есть доступ Очень легко Тут металл Тоненький То есть Останется только Найти Ну сверло Ладно Сверло Есть А вот Крупного Сечения Чтобы Просунуть Туда Основной Минус Концевика Это надо Еще поискать Вот И сделал Специально Так Чтобы он Не бесил И я Быстрее Все это Дело Сделал Вот А я Пошел Домой Делать Проводку Вот Столько У меня Много Будет Красиво И Все По Цветному Короче Спустя Наверное Пару Часов Наконец Закончил Я Крафтить Косу Для Подсветки Багажника Сделал Все Из Трех Проводов Черный Это Минус Желтый Это Плюс Постоянный От Аккумулятора Будет И Зеленый Это Сигнальный На Плафон Подсветки Салона Специально Стал Отрезать Крыши К передней Стойке И Подключить Там Куда Я Подключал Ну Передний Плафон Или Плафон Штурмана Его еще Называют В общем Еще раз Туда Куда У меня Подключен Плафон От Лануса Вот Сделая Все На Клемах Таких Все Заизолировал Все Прожал Постарался Блин На камеру Так прям ярко Ярко Смотрится Вот Все Сделал Это Идет Получается На Ту сторону Где Сабвуфер То есть На Правую А Это На Левую Где Штатный Плафон Потому Что Я буду Заменить Пловодку То есть Убирать Оттуда И Ставить Свою Вот Идет Ответление На Плюс Плюс Тут Небольшое Я взял То есть До Аккумулятора Вполне Хватит Ну И Вот Этот Оставил Завтра Буду Это Все Дело Пробовать Ставить Подключать Я Возможно Куплю Плафон С Лампочками И Надеюсь Все Заработает Как я Хотел А Еще Кстати Забыл Сказать То Что Черное Вот Отсюда Вот Я Замерю И Прям Вот В Косе Вот Прям Вот Также Черный Провод Сверну Пополам Сделаю Клемму И Подключу На Концевик Ну Либо Там Кусочек Провода Сделаю На Какой Там Длины На Каком Месте Нужно Было Нужно Было Бо Отцеплять Это Я Так На Глаз Отмерил И Сделал Одной Длины По Черному Проводу То Есть От Плафона До Плафона Ну Дальше Там Думаю Разберусь Не Получилось У меня Вчера Полноценно Выделить День На Все Это Потому Что Было Солнышко И Меня Выдернули По Сейчас Я Выдвигаюсь В Магазин Куплю Дополнительный Плафон Второй Такой Потому Что На Разборках Нигде Рядом Нет Стоит Конечно Конских 350 Рублей Ну Что Поделать И Куплю Такие Лампочки Как Я Поставил В Плафоны Чтобы Ну В Плафоны Которые На Крыше Поставлю В Плафоны Которые В Багажнике Чтобы Там Очень Много Яркого Света Было Ладно И Будем Долго Болтать Выдвигаемся Короче Это Выходит Какой-то Кошмар По Деньгам Планировал Купить Только Плафон Но Купил Еще Там Концевик Пластиковый Предохранитель Врезку Там Еще Врезки Провода Там Пару Клем И Все И Вышло У меня Все На 476 Рублей Мне Просто Подсветка Багажника Вот Вот Эта Вся Херня Уже Обошлась Тысячу Рублей Это Еще Диоды Еще Не Купил Там С Диодами Вот Да 1000 Плюс Чуть Чуть Выходит Там 1100 200 Где-то Так Тут Установка Уже Сделал Одну Сторону Показываю Быстренько Как я Провел Вот Провода Идут Здесь Сцепляются На крышку Багажника С проводами Все На Крабик Тут Их Связал Вместе Там Еще Один Карабик Чуть Ниже Вот Дальше Идет 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 Все Переходит В пол Под Рамку Цемка Багажника Все И здесь Сейчас Уйдет У меня Под Аккумулятор Так Закончил Я Укладку Проводов Вот Так Нам Все Красивенько Смотрится Вот Прибрал Тут Немножечко Продумал Схему Как будто У меня Минус Проходить Вот Здесь Будут Станавливаться Концевик Здесь Как раз Есть Технологическое Отверстие Через него Будет Проходить Провод От Минуса И Цепляться Вот Прям В косу Вот Это Я В принципе Учитывал Что Так И Будет Потому Что Не Знал Примерное Место Где Будет Приходить Минус Вот Тут И так Чуть Осталось Моток Небольшой Маленький Буквально Вот Я Туда За Куток Спрятал Чтоб Не Болтался Вот Плюс Подключил К моему Основному Плюсу От Аккумулятора Вот Этот Черный Это Идет Напрямую От Аккумулятора Вот Поставил Я пока Без Предохранителя Там В принципе Что Там Два И Вода Там Ничего Им Не Сделается Вот Ну Либо По крайней мере Попозже Тут В принципе Открутить Эту Херню Две Секунды Все Те Провода Оказывается Вот Который Шли на Комера То есть На крышке Багажника Вот Поэтому Я не стал Обрезать А просто Заизолировал И убрал Все Теперь Это дело Закрываю И так Будут Аккуратненько Все светиться Уже проверил Как я Наверное Ранее сказал Здесь у меня Все работает Вот Сейчас еще Тут Крышку Накину Заодно Кстати Я успел Даже клапан Поменять Он Новый Мне Наконец-то Пришел Так что Задняя Правая сторона Должна Будет Уже Сама По себе Подниматься Спокойно С клавиши Ну ладно Все Наконец-то Я закончил Выглядит Это все Вот так Светит Очень ярко Понятно Что у меня Полно Барахла Сейчас И полный Свет Тут Не дается Допустим Плохо Сучается Аккумулятор Плохо Забвуфер Но все равно Даже так Вот на камеру Видно Что Светло Все равно И можно Теперь без проблем Капушиться В багажнике Вот Так что Оно Того Думаю Стоило Осталось Конечно Только Сделать Концевик Как я Говорил Вот здесь Сбоку И все А сейчас У меня В данный момент Все горит От подсветки Салона Ну С потолка Сейчас Дверь закроем Все Ничего не горит Короче Братушата Купила Тут сейчас Одну штучку Вот такую Вот хреновину Это Получается Универсальная Рамка Под Десятидюймовый Планшет Которая По сути Ставится Сюда Но Я ее Буду Вращивать Сюда И вот Такая Ебалам Дума Получается На пол Торпеды Просто Она конечно Еще чуть Утопится Но Хрен его знает Это просто Людь Полная Реально Она на пол Торпеды Я тут думаю Как я сейчас Буду Переключателем Это когда Тыркать Рукой Не задевать А планшет Блин Ну это Реально Вид бомбовый Конечно же Да Опять Она подрежется Чуть Чуть Утопится Но Как ее Сращивать С такой Поверхностью Получается Вот такая Поверхность И такая Поверхность Блин Ладно Найти бы Мастера Который Это все Срастит Потому что Я узнавал Цены В основном Лупе Там От Четырех Тысяч Говорят Я такой Вы че Дяди Какие Четыреты Максимум За эту рамку Я дам Ну чтобы Срастить Два косаря Потому что Иначе Проще Же будет Ну не проще Будет Ну блин Она выйдет Просто золотой Получается Вот эта вот Херня Стоит Две тысячи Ну ладно Я там Попросил скидку Косарь 900 Ну мне ее продали Так еще В комплекте Главное Болтики Вот эти вот Не шли Которые Крепятся Это пиздос Почти Ну два косаря И даже Не шли Болтики В комплекте Я просто Мне самому Это не нравится Ну вот так Вот присылают Таких рамок Очень мало Буквально были Что-то там Две недели назад В наличии На авито Я находил По-моему У них же получается Потому что Улица одна и та же Вот Видимо Просто несколько филиалов Ну и суть Вот стоило Косарь 850 Вот Ну почти так же Косарь 900 Не успел купить Кто-то же выкупил Вот Ну вот Только вчера Пока я разбирал Велосипед Ну я не застал Застал только сегодня Что рамка В продаже Вчера вечером Сразу же написал Мне ответили Вот Все Приехал На следующий день Забрал Вот И еще плюс Я буду делать на него Аквапринт Ну ладно У меня друган появился Который мне Аквапринт В принципе Сделает Ну Как Грубо говоря Бесплатно Ну как Я оплачиваю Весь материал Он просто И делает Потому что Он учится Только делать Вот И рамку Когда мне сделают Подготовят Под покрас И вот это все Надо будет Взять под карбон Чтобы было красиво Перетягивать Потому что В принципе По цене То же самое Выйдет Да и подороже Может даже Это все потом Главное Купил наконец-то Рамку Сейчас буду Ковырять деньги Надо где-то В районе Десяти тысяч Чтобы купить Десяти дюймовый Планшет Желательно Двух Два гига Оператива Чтобы у него было А не один Потому что Говорят Будет Иначе там Тупить Ну в любом случае Два гига Ложче чем один И там переплата Идет буквально Три косаря Ну как-то так Вчера выходил К сожалению Не заснял Поставил на место Дверную карту Вот теперь она Стоит нормально Ровно Раньше она у меня Тут пистоны Уголок точнее Отвалился Ну за который Пистон держится Она была сильно Выгнута Навнешку Вот теперь аккуратно Теперь по-человечески Так же закопил На три болта Закладные поменял Потому что Они тоже там Все развалились Почему-то Ну видимо Туго слишком Закручивали Они прошли не в годность Вот И помните Я говорил То что когда Подкладывал У меня здесь Вот этот Грибочек образуется Оказывается Это у меня Вылез Усилитель порога Да Вот его угол Торчит Я теперь не знаю Что с этим делать Думаю Его спилить И здесь Пройтись сваркой Хотя бы Там тут точку Тут точку Тут точку Поставить И вот этот уголок Спилить Либо Как-то Не знаю Ну загнуть Наверное Вряд ли Потому что Он будет мешаться Вот так же Тут чуть-чуть Ржавчинка Появилась Вот тут Вмятинка На внешнюю сторону Чуть появилась Видимо Когда машина Домкратишь Он вылез Но все равно Это значит То что мне Человек Который делал Пороги Хуево Очень Сделал Это место Раз Ну как Ну как Раз у меня Вылез Просто Усилитель Такого Быть Вообще Не должно В принципе Даже Когда машину Домкратишь И у тебя Загибается Под домкратник Понятно Что новое Железо Оно Говно Фольга Но Не настолько Ж Ну ладно Думаю Все поправимо Сделаем Главное Что там Все Забрызгано Антикором Мавилем И Там Ничего Гнить Не будет Но В принципе Я за машину Так ухожу Что Она Гожевой А теперь У меня Открывается Сразу Подрегулировал Замок Вчера А также Разобрался Немножко С проводкой На задней Туманке Но там Все равно Еще дел Тьма Итак Вот Я поставил Еще Концевик Такая Резиновая Накладка На него И Все Прекрасно Работает Кстати Провод Который Идет Ну Вот Эта Масса От Концевика Я Оговорился Нужно Его цеплять На зеленый Провод Который Идет Еще К минусу Ну Так же Как Концевики Дверей На плафон Идет Общий Минус У них На подсветку Потолка Чтобы При открытии Багажника При включенном Зажигании У меня Также Загорался Еще Свет В салоне Когда я Залазил В багажник Ну В общем Вот Как-то Так Все Соорудил Видос Конечно Получился Очень Коротким Опять же Повторюсь Так как Я Чинил Ну Вставил На место И подправлял Дверную Карту Кстати Я поставил На пистон И те Которые Нашел В поле Они Оказались Очень Классные Лучше Чем Вот Эти Которые В магазине Продают Я не знаю Откуда Они Но Они Типа Новомагазинские Так же Я починил Шопневму Теперь У меня Клапана Ну Монометр Электронный В салоне Показывает Все правильно И Работают Я его поменял Еще заранее Только Еще Вчера Перецепил Патрубки Рамку Вот Эту Которую Я сейчас Показал Хотел показать Еще В следующем Видео Но Ну Там Уже Полноценно Как я буду Все Делать Лепить Но Показал В этом Видео Надеюсь Я заслужил Лайк Обязательно Подписывайтесь На канал На группу Вконтакте На инстаграм Следите За новостями Моей группой Вконтакте Так же В инстаграме Обязательно Комментируйте Пишите Что бы вы хотели Увидеть По машине Что вам Интересно Услышать Могу В принципе Рассказать У нас Видос Выходит Ровно По вторникам По понедельникам Плюс-минус Как от Рендер Видос Вот Ровно Раз в неделю Так что Всем до встречи И пока Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова